Здравствуйте! В эфире ЛРТ программа «Итоги недели». Меня зовут Андрей Лобанов. Коротко о главных событиях прошедших дней. Дорогие друзья, я искренне желаю всем добра, благополучия, здоровья! Люберчане отпраздновали День города. Сегодня только один был на одном маршруте, у них нету для пенсионеров. Остальные все возят. О реализации пилотного проекта «Льготный проезд на коммерческих маршрутах» расскажем в ближайшее время. Еда очень вкусная. Кашу я поела и хлеб. Глава проверил качество школьного питания. Надеюсь, что я смогу дать тоже такой толчок другому поколению. Где готовят будущих чемпионов, смотрите в финале выпуска. А теперь подробнее об этих и других новостях. Губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил развитие региона с активом городского округа Люберцы. Встреча прошла на территории предприятия по производству вертолетов «Хеливерт». Все подробности у моей коллеги Луизы и Геозарян. Я придаю этим встречам большое значение. Общение, оно позволяет что-то новое узнать. Как правило, самые насущные вопросы, тревожные, озвучиваются на таких встречах. Среди вопросов, которые особенно волнуют Люберчан, развитие промышленности и привлечение инвестиций в округ. Генеральный директор компании, производящий высокотехнологичное медицинское оборудование на территории технопарка «Лидер» Али Эйлазов рассказал о работе предприятия. Спрос на аппараты УЗИ, компьютерные томографы и рентгены до сих пор остается высоким. Чтобы удовлетворить потребность в медицинской технике, компания работает в две смены. Мы столкнулись с ситуацией, когда у нас не осталось ни одного квадратного метра свободной площади. Вместе с тем, рядом с нами со собой, рядом с 1,8 гектара земли практически неиспользуемой, которая принадлежит Мосополавтодору. Если позволите, обращаемся с просьбой, мы могли бы освоить эту территорию, вложить туда еще сотни миллионов рублей, построить предприятие на площадь более 10 тысяч квадратных метров, создать более 100 рабочих мест. С удовольствием. Давайте на обращение. Если, я думаю, автодор наш может подвинуться или куда-то переехать, очевидно, что вы для нас находка. Очень приятно, что у вас все получается. На встрече с губернатором выступил и председатель Союза промышленников и предпринимателей городского округа Люберцы, генеральный директор компании по производству кухонного оборудования Сергей Шатилов. В прошлом году предприятие расширило линейку продукции, стало выпускать приборы для дезинфекции и обеззараживания. Оборудование для дезинфекции воздуха в салонах автомобилях, мы думаем, что это будет очень актуально для такси и для маршрутных автобусов. Мы просим вас рассмотреть вопрос о том, чтобы Министерство транспорта поручить протестировать это изделие. Поручение Минтранспорта я дам. Пусть рассмотрят, насколько это важно, целесообразно. Соответственно, тоже дадим вам ответ. Руководитель сообщества «Нежный бизнес» Наталья Муравьёва в свою очередь обратилась к губернатору с просьбой поддержать инициативу создания творческих мастерских и каворкинг-центров на предприятиях Подмосковья. В Люберцах подобный опыт уже есть. Здесь успешно реализуют свою программу Центр рукоделия и творчества, объединяющий мам, особенно деток, людей, которые не могут работать полный, полноценный рабочий день. В общем-то, эта инициатива активно поддержана и имеет свою перспективу роста к тем, что это самозанятые, это дополнительные рабочие места. Для нас это имеет принципиально важное значение. Те, кто вышивает, печет, стряпает, шьет, оказывает услуги. Будем вас поддерживать, как и весь малый бизнес. Участники встречи обратили внимание на другие актуальные вопросы. Они связаны с жилищно-коммунальным хозяйством, оптимизацией маршрутов общественного транспорта, а также реконструкцией и строительством спортивных объектов. Прошу вас в рамках реконструкции стадиона «Торпеда» сделать возможным строительство Центра силовых видов спорта. Общий дом для нас, для культуристов, экстремалов. Для нас спорт является очень важным и в парках, и во дворах, и комплексы, которые мы строим. Но и все, что касается на открытом воздухе, мы обязательно будем дополнять. У нас целый комплекс программ предусмотрим. Будем обязательно это делать. Пожелания и обращения люберецких активистов изучены и взяты в работу. По итогам встречи губернатор Подмосковья дал своим коллегам ряд поручений. В администрации городского округа состоялось еженедельное оперативное совещание. Главе люберец рассказали об итогах работы на прошедшей неделе. С 6 по 12 сентября в Управление жилищно-коммунального хозяйства поступило 20 обращений по вопросам уличного освещения. Продолжается реализация проекта «Светлый город». Запланировано строительство уличного освещения по 21 адресу. В работе находится 15 адресов. Уже выполнены работы по 6 адресам. Напомню, всего в программе у нас будет строительство 413 опор и установлено 457 светильников. Срок завершения проекта 1 октября этого года. Уличное освещение отремонтировали в парке «Наташинские пруды». В Центральном парке привели в порядок скейт-площадку. Выполнены работы по покосу травы и обрезке сухих кустарников в парке «Лесная пушка». Также был произведен ремонт мафов в парке «Малатское озеро». На постоянной основе ведутся работы по покосу травы и вывозу мусора с парковых территорий. С 6 сентября по 12 сентября было проведено 32 культурно-массовых и спортивных мероприятий. С 13 по 19 сентября в городском округе запланировано три спортивных мероприятия. Это сдача нормативов ГТО, мастер-класс по спортивной хореографии, турнир по художественной гимнастике. А это от Шичарагова Денис Заугольников, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Глава Люберец Владимир Ружицкий проверил работу котельной на улице Шевляково. Сооружение 1960 года постройки модернизировали в 2016-м. Заменили старое оборудование и провели реконструкцию здания. Сейчас котельная обслуживает 30 многоквартирных домов, учреждения дополнительного образования, детский сад и отделение Люберецкого МФЦ. В котельной проверили приборы измерения и выполнили ревизию насосов. Теплом и горячей водой городской округ обеспечивает 81 котельная. Все сооружения готовы к осенне-зимнему периоду. Отопительный сезон в Московской области начался 14 сентября. Первый раз мы начинаем отопительный период так рано. Ну, в силу того, что температуры снижаются, мы ожидаем ночью 4-5, днем 8-10. Вот такая температура. Я смотрел прогноз на ближайшие две недели такая погода, а дальше уже октябрь. Поэтому понятно, что мы тепло даем, запускаем. На пересечении улицы Ленина и первого проезда Михельсона начали обустройство тротуара перед наземным переходом. Жители округа неоднократно обращались с просьбой привести в порядок пешеходную зону. Укладку асфальта рабочие завершат в течение двух дней. Также на этом участке ликвидируют несанкционированный переход к железной дороге. Создаем некие благоприятные условия для прохода жителей по тротуарам, скажем, к переходам, к станции, к автобусам, к обстановкам. Если есть вопросы или пожелания, то говорите, пишите. В социальных сетях об этом говорите. И мы будем ставить план. И будем пошагово, планово обустроивать Люберцы и поселки. В этом году в городском округе отремонтировали 18 тротуаров общей протяженностью более 7300 квадратных метров. На данный момент формируется адресный перечень объектов, которые войдут в план 2022 года. В городском округе прошла ярмарка вакансий. Более 40 работодателей из Люберец, Москвы и ближайших муниципалитетов предложили помощь в трудоустройстве. На ярмарке побывали мы. Здравствуйте. Здравствуйте. Какая вакансия? Огласите список ваших вакансий, что вы предлагаете на данный момент. На ярмарку вакансий пришли больше 200 человек. Каждый в поиске лучшей работы. Юрист с 12-летним стажем Надежда Феоктистова ищет новую работу два месяца. Признается, что трудоустройство – дело непростое. Много сложностей и предложений мало очень. И как-то не перезванивают, резюме отправляешь, а отклика обратного нет. Сейчас, пока я только набрала информацию, буду тоже обзванивать. Завтра пойду в одно место тоже пособеседуюсь. Преимущество ярмарки вакансий в том, что можно за короткое время пройти несколько собеседований в разных компаниях. Также здесь помогают начинающим предпринимателям составить бизнес-план, оформить возможные субсидии. Сегодня мы пригласили также и представителей социальной защиты населения, которые могут проинформировать, как безработный гражданин может открыть собственное дело. На это выделяются средства из федерального бюджета. Трудности возникают не только у соискателей, но и у работодателей. Многим организациям сложно найти подходящего специалиста. Выход – ярмарка вакансий. В этот раз свободные должности предложили больше 40 компаний из Люберец, Домодедова, Котельников и Москвы. Вакансии висят в центре занятости. Люди приходят очень редко. Но, к сожалению, рабочие профессии еще сложнее найти, чем инженерные специальности. Но будем рады, чтобы хотя бы просто были мужчины с хорошими руками. Рабочие специальности сейчас самые востребованные – слесари, сварщики, кладовщики. В них нуждается практически каждая организация. Мы растем в производстве, появляются новые рабочие места. И суть в том, что кто хочет, особенно в нашем регионе, работу можно всегда найти. Поэтому, так или иначе, количество безработных уменьшается. И стоит задача перед администрацией, перед центром занятости – создавать некие условия в поисках работы для тех, кто хочет найти себе работу. Сейчас состоят на учете в Люберецком центре занятости 3250 человек. По сравнению с началом года уровень безработицы уменьшился больше, чем в 2,5 раза. И на данный момент составляет 1,7% от экономически активного населения округа. В пяти округах Московской области стартовал пилотный проект «Льготный проезд на коммерческих маршрутах». В число муниципалитетов, где ввели новое правило, вошел городской округ Люберцы. Как работает система и какие вопросы возникают у пассажиров и перевозчиков, узнала наша съемочная группа. Добрый день. Терминальчик ваш можно? Теперь при проверке работы общественного транспорта появился еще один пункт – принимает ли терминал социальную карту. С 1 августа пенсионеры имеют право на бесплатный проезд в маршрутках. Все перевозчики должны быть готовы к приему таких пассажиров. Сегодня только один был на одном маршруте, у них нет для пенсионеров. Остальные все возят. Удобно, очень удобно. Не отменили бы этот ремонт. Да, это очень хорошо. Пока пенсионеры радуются приятному бонусу, коммерческие перевозчики считают убытки от такого нововведения. Однако поводов для беспокойства нет. Стоимость проезда льготников им полностью компенсирует правительство Московской области. Перевозчику оплатят по итогам месяца. Ну, допустим, возили за август месяц, где-то до числа 15-20 сентября оплата произойдет. Этот проект является экспериментом. И так как мы его обкатаем, дальше, я думаю, что он будет внедрен на территорию всей Московской области. Соблюдение поручения губернатора на особом контроле. Администрация округа просит жителей давать сигналы, если на каких-то маршрутах отказываются принимать социальные карты и требуют оплатить проезд. В Люберцах проверили качество школьного питания. Глава городского округа Владимир Ружицкий посетил школу номер 28 и пообщался с учениками. Подробнее в нашем сюжете. Каша, бутерброд и какао – стандартный школьный завтрак. За первый урок ученики младших классов успели проголодаться и торопятся за столы. Накормить 1100 ребят – непростая задача для поваров. Столовая хоть и большая, но всех сразу не умещает. Поэтому детей разделили на два потока. Кормят по 550 человек. Завтраки сытные, ребята даже съедают не всё. Только кашу и всё. Хорошо, сладко. Кашку, булочку, бутербродик и какао. Вкусно. Еда очень вкусная. Кашу я поел и хлеб. Такой рацион в каждой школе округа. Для учеников с первого по четвёртый классы завтраки бесплатные. Всего в Люберцах более 19 тысяч младших школьников. Здесь такая очень хорошая, добрая атмосфера. Ребята довольны, надо дать должное. Они говорят, очень вкусные завтраки. Я спросил, а где лучше кормят, дома или в школе. В основном говорят, в школе лучше. Ну так говоря. Правда, они все любят кашу. Глава отметил, что со всеми пожеланиями или замечаниями по школьному питанию можно обращаться в администрацию округа, в управление образованием или к руководителям учебных заведений. Анна Слайковская, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Люберцы отпраздновали свой 398-й день рождения. Торжественные мероприятия развернулись на пяти площадках округа. Праздничный концерт прошёл на главной площади. Для зрителей выступили лучшие артисты с важной датой. Жители поздравили почётные гости подробнее в нашем сюжете. Славься Россия, славьтесь люберцы! Под таким девизом отпраздновали День города. Празднование прошло с небывалым размахом. Соскучившись по массовым мероприятиям в период пандемии, жители с удовольствием поздравляли любимый город с памятной датой. Желаем вам всего хорошего! Чтобы он процветал ещё больше, чтобы всё было прекрасно. И такие масштабные мероприятия проходили чаще. Чтобы побольше детских площадок, чтобы побольше всяких было интересных конкурсов детских. Чтобы побольше люди вот так собирались, чтобы веселье было. Пожелать крепкого здоровья, счастья и процветания нашему Литерецкому району. Желаю нашему любимому городу, счастья! Праздник пришёлся по душе и юным жителям округа, и представителям старшего поколения. Для всех день рождения города стал значимым событием. Понравился. Мы из Совета ветеранов. У нас народу очень было много. Мы очень любим этот город. И этот праздник для нас обязательный. Отличным настроением зрители заряжали творческие коллективы, песни, танцы, акробатические номера. Всё это было на главной сцене Люберец. Поздравление передал Люберчанам губернатор Московской области Андрей Воробьёв. Глава Владимира Ружицки отметил особые достижения округа за последний год. Дорогие друзья, я искренне желаю всем добра, благополучия, здоровья. Будьте счастливы, берегите себя, берегите близких. Потому что у Люберец замечательное будущее, опираясь на таких жителей, как у нас в Люберцах проживают. Поэтому, друзья мои, нашему Люберецкому краю слава, а городу Люберцы – ура! С праздником! Для трёх жителей Люберец этот день города стал особенным. Звание почётного гражданина городского округа получили Мамед Азизов, Андрей Шестаков и Елизавета Терёшкина. На протяжении многих лет каждый из них вносит весомый вклад в развитие муниципалитета. Сейчас это сверхответственность, я думаю. Знаете, я пока даже ещё не осознала, что это такое быть. Я думаю, что это очень что-то ответственное. В моём понимании. Я в пользу случая хочу поздравить всех наших жителей с Днём города. Всем здоровья, мира и добра. И процветания. Я в Люберцах уже больше 50 лет. Я вижу становление города, становление района. Поэтому, вы знаете, идёт город вперёд. Знаковым стал этот день и для режиссёра Люберецкого дворца культуры, руководителя театра «Люберецкая оперета» Александра Чайки. В торжественной обстановке «Кристальный голос округа» получил звание заслуженного артиста Московской области. Я знаю, ничего прекрасней в мире нет. Встречать друзей у милого порога. Кульминацией праздника стало лётное шоу вертолётов России. Виртуозные манёвры продемонстрировали лучшие модели. Новейший Ми-28НМ под названием «Ночной охотник» и легендарный Ми-17 – самый массовый вертолёт в мире. Его эксплуатируют более 50 стран мира для выполнения как мирных, так и военных задач. Праздничные мероприятия длились до позднего вечера. В завершении торжества на главной площадке и во всех поселениях прогремел праздничный салют. День города был насыщен и культурно-массовыми мероприятиями. По всему округу работало более 30 развлекательных площадок. Жители и гости Люберец смогли посетить различные мастер-классы, выставки, ярмарки и гастрономические фестивали. В праздничную атмосферу окунулись и мы. В день города Центральный парк Люберец стал огромной планетой детства. Здесь можно научиться рисовать, сделать своими руками разные поделки, ну или просто веселиться. Последнее у маленьких жителей и гостей округа получалось лучше всего. Праздничный настрой задавали аниматоры и веселая музыка. А для тех, кто любит отдыхать с кисточкой, бумагой и ножницами в руках, сотрудники Люберецких детских садов подготовили серию творческих мастер-классов. Мы изготавливаем театральные игрушки из подручных средств. То есть это картон, как вы видите, бумага самоклеящаяся и палочки. Минут, наверное, за 5-7 у ребенка получается украсить любую театральную игрушку. Плюс мы приделываем вот такие палочки и в нашем театре они могут обыграть. На праздничной аллее можно окунуться в прошлое, пригласить даму в пышном платье на вальс. Или встретить первого русского императора. Хороший город, мне понравился. Весело, чисто. Люди добрые. Гостеприимную атмосферу почувствовал не только Петр Первый, но и предприниматели, которые приехали из различных уголков России. Вячеслав Кочетков из Ивановской области. Деревянные изделия, сделанные собственными руками, привозят в Люберце не в первый раз. Ваши женщины очень любят готовить. Это я точно знаю. Они выбирают вот эти замечательные лопаточки из яблони, из клёна. А гости из соседнего Раменского привезли в Люберце 30-килограммовую докторскую колбасу. Гигантское угощение разрезал глава округа Владимир Ужицкий. Ура, товарищи! Ура! Через дорогу от локаций, где бурное веселье, место для любителей, тишины и спокойствия. По традиции, в День города сотрудники картинной галереи организовали выставку под открытым небом. На Люберецком вернисаже представили лучшие работы местных художников. А еще День города казался прекрасным поводом показать свои способности и получить награды за достижения в спорте, науке и искусстве. В Центральном парке Люберец подвели итоги проекта «Люберецкие звезды». На этой же площадке выступили спортсмены и студенты округа. Обо всем подробнее у моей коллеги Луизы и Газарян. Лучший способ признаться в любви к родному городу – посвятить ему песню. Молодежный актив «Люберец» так и поступил. Студенты городского округа презентовали в праздничный день новую композицию, а заодно и свои учебные заведения. Добиться в жизни успеха, роста карьерного и основания. Выбирай! Прочитание! Образование! За молодежной площадкой следом идет спортивная. Это одно из самых популярных направлений в городском округе. По статистике, 45% жителей муниципалитета регулярно занимаются физической культурой. Чтобы эта цифра стала еще больше, представители спортивных школ и секций провели для потенциальных воспитанников мастер-классы. Мы постарались всем участникам мероприятия предоставить просто подарки, чтобы дети запомнили этот день, так скажем, на долгие годы. Для нас очень важно как можно больше детей привлечь к спорту. Не важно будет это футбол, бокс, самбо, плавание. Главное, чтобы дети занимались спортом. А тех, кто уже преуспел и в спорте, и в искусстве, ждали награды. На сцене Центрального парка отметили призеров проекта «Люберецкие звезды». 20 человек получили грамоты и поощрительные призы за активное участие в окружных мероприятиях. Победителем проекта по итогам первого полугодия стала Милена Мелекситян. Девушка набрала 242 балла и получила главный приз – смартфон. Я на самом деле очень творческая личность. Я люблю как и спорт, так и музыку. Я обычно принимаю участие и в олимпиадах школьных, и на фортепиано играю, и пою. Не нужно никогда стесняться, нужно идти к своей цели. Я считаю, это правильно. Проект был создан в 2018 году. Он направлен на поддержку и поощрение талантливых и образованных жителей округа. Стать его участником могут абсолютно все – от дошкольников до пожилых людей. Для этого необходимо зарегистрироваться на портале lubereckiezvz.rf и заявить о своих достижениях. Уэйза и Геазарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. На Кореневском карьере прошло первенство городского округа люберцы по гребле на байдарках и каноэ. В соревнованиях приняли участие около 50 детей из Люберец, Бронец и Москвы. С юными спортсменами познакомилась наша съемочная группа. Я искренне хотел бы, чтобы на этом водоеме рождались великие спортсмены греблей каноэ, становились бы чемпионами мира, олимпийских игр. Я в это абсолютно убежден. Первенство городского округа люберцы по гребле на байдарках началось с открытия мемориальной доски заслуженному тренеру СССР Якову Костюченко. Именно он был одним из инициаторов создания гребной базы на Кореневском карьере. Отныне она будет носить его имя. На торжественной церемонии присутствовала семья спортсмена. У ваших юных спортсменов был совершенно замечательный, блестящий дебют на областных соревнованиях. Вы работаете всего ничего, а у вас появились уже первые звездочки. И то, что вы сделали здесь для этих детей, это уже достаточно для того, чтобы дать старт в перспективе большой спортивной карьеры. Первенство городского округа и есть тот самый старт карьеры для 12-летнего Алексея. Это уже вторые соревнования, в которых он принимает участие. Юного спортсмена поддерживают родители. Вот непосредственно сейчас будет дан старт его заезда. Мы живем рядом. Мы сюда не приехали, а пришли пешком. Поэтому, когда гуляли мимо карьеры, увидели, что наконец здесь появилась база. Очень обрадовались и записались в секцию. В честь городского округа Люберца отстаивали 10 байдарочников. На этом карьере они тренируются почти каждый день. Но выступление перед публикой всегда волнительно. Первый раз выступаю, поэтому необычно. И, как бы сказать, очень устала. Я никогда быстро не гонялась. Участников первенства распределили по четырем возрастным группам. Каждому спортсмену необходимо было преодолеть дистанцию 200 метров. Для победителей и призеров заплыва, а также для их тренеров. Организаторы соревнований приготовили памятные и сладкие призы. Луиза Иеги Азарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. В Люберцах работает клуб спортивной гимнастики и акробатики. Под руководством опытных тренеров-наставников в его стенах воспитывают чемпионов и призеров всероссийских и международных турниров. Сотрудники и воспитанники клуба отметили пятилетие со дня его основания. На праздники побывала наша съемочная группа. Когда встал выбор между самбо и гимнастикой, 9-летний Афанасий Сальников выбрал второе. У этого вида спорта, по мнению мальчика, плюсов гораздо больше. На самбо там короткие тренировки ничего они почти не дают. А на гимнастике развиваешь силу. И вот уже сколько занимаюсь и уже третий взрослый разряд. Хочу добиться, чтобы олимпийских игр и получить золотую медаль. Если тебе тяжело, нужно перебороть этот момент и потом дальше так и идти. Этому золотому правилу юного спортсмена научили тренеры клуба, в котором он занимается. Здесь обучают азам любительской танцевальной акробатики. А самые популярные направления – спортивная и командная гимнастика. Командная гимнастика – это новое направление в России. На данный момент я являюсь президентом федерации по командной гимнастике. Туда входит 15 регионов. Мы это направление внедрили в себя. Также активно сейчас развиваем. В этом году клубу исполнилось 5 лет. Поздравить воспитанников и тренеров с первым юбилеем пришла 4-х кратный призер Олимпийских игр Мария Пасека. Я ставлю себя на их место. Когда я была маленькая, я увидела Светлану Хоркину, Алексея Немова. Для меня это был какой-то большой толчок в большой спорт. И надеюсь, что я смогу дать тоже такой толчок другому поколению. За 5 лет клуб выпустил 30 спортсменов, которые получили первый юношеский разряд. В планах у руководства открытие новых, более просторных помещений для подготовки будущих чемпионов. Уиза Иги Азарян, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. А на этом выпуск завершен. Еще больше подробностей смотрите на нашем сайте lrt.tv или в социальных сетях. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова